Острого дня, господа нажиманы! Сегодня у меня на столе четвертый Макс. Чудовище страшный и ужасный. Тот самый демковский нож, за которым все бегали и охали-ахали говорили о том, сколько же это чудовище стоит. Настоящий Макс, который из рук демка продается, по-моему, он стоит от 400 до 600 долларов. А здесь, здесь. Ценник сопоставим со Спартаном. И я не зря вспоминаю Спартан, потому что мое ощущение, что этот нож запущен в этом виде именно для того, чтобы убить тот самый Спартан, который продается уже огромное количество лет. Посмотрите на это чудовище. Это четвертый Макс Скаут. Он из стали АУС-10. Он на той самой пластиковой рукояти, которая идет у всех колдов уже давным-давно. Эти ножи, ну, он ровно в ключе Контерпоинтов, Раджей, Спартанов и так далее. Здесь абсолютно адовый вес. Зайдите по ссылке под этим видео, увидите, ужаснетесь. Там что-то больше 250 грамм, по-моему. И он реально чудовище. Вот такой большой, страшный, ужасный Скаут. Вот широченный клинок, который призван строгать, рубить все то, что вам нужно. Я не зря его хватаю так, потому что мне в маленьких ручонках реально тяжело его держать вот таким образом. Мне хочется взяться вот сюда, и в этот момент он у меня становится контролируемым. Хотя, если вы 2х2 квадратная голова, то это реально тот самый нож, который вам нужен. К Спартану была единственная претензия. С этим вырезом не все огромные лопищи в него попадали. Здесь любой вот такой вот страшный абсолютно Халк может за него нормально взяться. Здесь мощнейший триадлок. Здесь стальные лайнеры под этим самым пластиком. И толщина клинка почти 5 миллиметров. Реальное чудовище для двустороннего оперирования. Здесь нет площадки для клипсы, но клипсу переставить можно. То есть она просто ложится на эти самые винты. Зачем вот это отверстие? Я, честно говоря, так для себя и не решил. Вот это самое на наплыве отверстие странное. Но в оригинале оно такое было. В том самом кастоме. И, возможно, подразумевалось, что здесь будет штифт. Но если штифт сюда запихать, то штифт не будет ничего касаться и не будет ничего предохранять. Странное решение, но дизайнеры решили, пусть будет. Толстенный огромный триад. Вот это коромысло там буквально 5,2, наверное, толщиной. И, слава богу, хотя бы пластиковый спейсер. Хотя, теоретически, в этом ноже можно было зафигачить и стальной спейсер. Потому что на этих объемах лишние 10 грамм они совершенно бы не почувствовались. Вот огромная насечка на обухе для того, чтобы в большой тактической перчатке взяться, упереться и где-то им отжать что-то. Это один из тех немногих ножей, которые реально можно рекомендовать для отжатия дверей, подъема люков, для пробивания кузовов автомобилей и всего остального. Такое ощущение, что он именно для этого и создавался. Огромное страшное чудовище. Но, для коллекционера, для человека больного ножами, это реально предмет, который будет реально с жемчужиной коллекции. Носить ли его на кармане? Ну, все зависит от ваших карманов. В моей картине мира, наверное, это все-таки нож для рюкзака. Хотя, кто-то любит побольше и потолще. Махами он тоже прекрасно открывается. Но, когда я это пытаюсь сделать, мне кажется, что у меня вывихнется рука. Огромный вес клинка позволяет это делать в любом направлении. Что открыть, что закрыть. Закрывается он гораздо лучше, чем открывается. Я его реально боюсь, потому что, ну, для меня это складной топор. Темлячное отверстие здесь есть. И, надеюсь, что темляк я на него буду вешать длинный. Потому что бульк в рюкзак будет происходить весьма длинный. Шпенек абсолютно симметричный. Здесь нет вот этого вот разностороннего позиционирования шпенька. Здесь сразу левша-правша. Все все поймут. Ничего никуда перекручивать не надо. Звук породистый. Надежность, понятное дело, высочайшая. И размеры говорят о том, что если сделан нож с душой, значит будет он большой. Штука потрясающая. Аус-10 на клинке. И очень прикольная механика. Здесь на клинке Stonewash. Он, в принципе, не боится никаких царапин. И при этом покрытии получается, что он неохотно ржавеет. Я, в принципе, знаю индивидуумов, которые способны заржаветь и Аус-10. Но, блин, не забывайте мыть свои ножи. Или хотя бы протирать. На этом покрытии не видны царапины. Нужно реально резать кирпичи, чтобы с ним что-то случилось. Рез у него просто бомба. За счет того, что те самые, почти 5 мм, сведены очень высоко. Здесь спуски начинаются от верхней трети, даже чуть выше. У него реально очень и очень интересный, как я люблю сказать, вкусный рез. Дулька здесь не нужна, потому что режущая кромка начинается чуть ниже, чем этот самый Cheyl. Нож удобный, большой, страшный, тяжелый. Рекомендован к приобретению всем, кто болен крупными ножами.